Мы вас всех приветствуем. Я Сергей Рыжиков и Вадим Думброван, директор производства. Мы начинаем первый технологический день партнерской конференции. Как все будет проходить? Пока вы располагаетесь, я немножко вам расскажу про структуру. Вообще партнерская конференция проходит два дня. Сегодня технологический день. Мы говорим о технологиях, коде, релизе. Стараемся меньше попсы, больше кода, больше сложностей. И основная задача, мне кажется, для вас – это выкрикивать с места и задавать вопросы. У меня будет еще отдельно небольшая презентация. Я вас отдельно познакомлю с коллегами, которые вот в таких футболках. Кто из них за что отвечает, чтобы вы могли их ловить в коридоре, получать ответы и находить решение тех задач, которые есть. Вообще для нас партнерская конференция – это своего рода такая обратная связь. Мы показываем, что мы выпустили, и хотим понять, мы попали в цель. То есть для вас мы сделали то, что ожидали. Нужно нам это дорабатывать, нужно нам вставить это в план. И всегда после партнерской конференции мы собираемся и обмениваемся впечатлениями коллеги внутри. Вот, смотрите, мы думали, что мы там сделали, а тут нужно дорабатывать. Или наоборот, здесь оказалось все так, как мы рассчитывали. Для нас это очень важная обратная связь. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если вопрос будет масштабный, либо ответ на него больше, буду просить немножко переносить к завершающей части, либо у нас в конце будут вопросы и доклады. Нас смотрят в онлайне. А кто у нас будет из онлайна транслировать вопросы? У нас есть вообще? А, ты будешь, да? Ну еще кто-то по технической части должен будет транслировать нам вопросы. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас в онлайне. Еще раз говорим, что будет два потока. Будет первый поток, так сказать, основной наш. Он идет в онлайн. И будет второй технологический поток. Вы его в программе можете увидеть. Его онлайн-трансляции не будет, но будут записи. И мы попозже опубликуем записи второго потока. У нас все сегментируется обедом в 13 часов, кофебрейком в 16 часов. И если, например, первую часть дня мы рассказываем о том, что выпустили, то уже к завершающей части, в 18 часов, у нас будет доклад, в котором мы расскажем, что мы планируем выпустить по версиям 16.0. И традиционно, ну вообще для нас вся жизнь сегментируется в два полугодия. Первое полугодие зимой, когда мы планируем и на зимней партнерке вам показываем план. Потом мы все стараемся выпустить и представить вам в сезон. И уже к летней, вот к сегодняшней партнерке, мы составляем новые планы. И вот этими полугодовыми циклами мы живем уже много лет. Они очень тяжелые, выматывают, как у нас говорят. Все время мы обсуждаем, может быть, один цикл сделать. Но рынок так быстро меняется, что, в общем, времени, возможности нет. Небольшое, наверное… А, две небольших просьбы. Первое. По возможности отключите звук для мобильных телефонов. Это частенько мешает выступающим, сбивает их. И осторожней с мармеладом. Он кажется только мармеладом, называется мармеладом, но есть его нужно не просто как мармелад. То есть вы можете съесть там пару упаковок, а потом будете удивляться потом на записи, почему вы так много вопросов с места выкрикивали. Это очень такая сложная штука, она непроста. Постарайтесь купленный мармелад припасти, и если довезете до дома, детям не давайте. Это вообще эксперимент. Ольга попросила, говорит, слушайте, у нас тут новый продукт. Знаете, иногда, когда айтишники занимаются оффлайн-бизнесом, думаешь, ну давайте попробуем. Но вообще этот мармелад, если попробовать, все может получиться очень весело. Поэтому аккуратно. Ну что, поехали. Первое – это управление сайтом 15.5. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть вновь. И позвольте вам представить традиционный доклад о наших новинках, которые мы выпустили за прошедшие полгода. По ходу доклада вы можете задавать свои вопросы. Там, где происходит онлайн-трансляция, мы будем на них отвечать. Итак, что вышло в новой версии 15.5. Есть очень большие заметные вещи. Например, пульс конверсии с АБ-тестированием. Также мы выпустили очень замечательный калькулятор бизнес-модели магазина, автобюджет контекста, триггерные рассылки, улучшили нашу бигдату, сделали шаг навстречу мобильным клиентам, очень большие изменения по интернет-магазину, по SEO мы провели ряд значительных работ, также изменился модуль 1С, улучшили мы нашу работу с редактором и загрузкой изображений и представили новую услугу в нашей административной панели. Это если очень быстро пробежаться. Я буду вообще ВАДА все время перебивать. Они любят такие технологические доклады, а я люблю ПАПСУ, такую, как они называют. То есть я объясняю, зачем мы вообще все это делаем зачастую. Вот если вы помните доклад, который мы представляли, версию 15.5, мы доносили основную идею, что рынок меняется. Какое главное изменение на сегодняшний момент на интернет-рынке, на котором мы работаем? Интернет-аудитория закончилась. Вот если брать российский рынок, и это, кстати, американский рынок и немецкий рынок, рынки, интернет-рынки развивающихся стран, аудитория закончила расти. Это что значит? Что в 12 лет люди уже точно знают, что такое интернет, их обсчитывают после 12 лет. И здесь остальной возраст до 55. Они уже все в вебе. Им не надо это объяснять. И они считаются интернет-пользователями. То есть регулярно 86, по-моему, миллионов человек в стране, тоже около, по-моему, 70, что ли, процентов, выходит в онлайн. Считается, что нету только тех, которые 55+. Что это означает? Это означает, что вот как раньше, по 100% приток новой крови в интернет не приходит. Это также с нашей точки зрения с вами означает, что бизнесы новые не приходят в онлайн. То есть они уже либо в онлайне, либо они туда по второму, по третьему кругу идут. Переделывать сайты с новым сознанием. Интернет, вот то, о чем так долго говорили, стал составной частью бизнеса. И значит, что доменов больше не становится, компания людей не становится больше, и везде становится ключевая задача научиться лучше работать с этой аудиторией. Поэтому в этом релизе появилось много вещей, связанных с работой с аудиторией, с конверсией. И мы еще немножко поговорим об этой части. С конверсией, с эффективностью. Итак, что такое конверсия и что такое пульс конверсии? Допустим, на ваш сайт пришло тысяча посетителей. Кто-то из них что-то сделал, а кто-то ушел сразу же с первой страницы, так ничего и не сделав. Но все-таки 10 из ваших посетителей дошло до оформления заказа и создали заказ. Это означает, что 10 человек из тысячи совершили целевое действие, и ваша конверсия составила 1%. Если таких людей будет 30, то ваша конверсия повысится до 3%. Казалось бы, это очень маленькие величины. И 3% никакого значения не имеют. Но на самом деле при большом потоке посетителей даже 3% имеют колоссальное значение. И речь, когда мы говорим об улучшении конверсии, речь может идти о десятых долях процента, потому что каждая десятая часть может принести значительный объем ваших доходов. И мы много говорили о конверсии ранее, но было не совсем понятно, как же ее измерять. А улучшить можно только то, что мы можем измерить. Что такое пульс? Допустим, мы измеряем конверсию каждый день. Тогда мы сможем посмотреть, как у нас конверсия изменяется в динамике. И мы увидим график по дням. Мы увидим, как колеблется наша конверсия. И мы это назвали пульсом. Не хочешь ничего сказать? Очень хочу. Вообще по поводу пульса, опять же, споры как возникали. Вроде бы все знали, что такое конверсия. Хотя на самом деле тоже спорный момент. С клиентами разговариваешь далеко не всегда. Но на вопрос, а какая у вас конверсия? Я говорю, они говорят, ну скорее всего маленькая. Такое, если настроение самоунижающее. Или очень большая. Если такое настроение оптимистичное. Вы мармеладо поели сразу. Конверсия выросла. На самом деле она от этого никак не зависит. Но ее никто не знал. Что происходило? Люди брали табличку экселовскую. Примерно прикидывали аудиторию, сколько у них проходило за месяц. Это если они заморачивались вообще этой идеей. Что-то на что-то делили. И в итоге примерно прикидывали как. Ну никогда не по каналам, ни по каким-то другим. Вроде все понимают, что это ключевой параметр. Но так как его не измеряют, никто не знает, никто не может ответить на вопрос. Мы вообще куда движемся? Ну и вот этот шутка не шутка. Как только ты что-то начинаешь измерять, вдруг начинает лучше работать. У Юры будет очень подробный доклад. Он расскажет, какая конверсия у нас на сайте конференции была. И как мы ее измеряли. И с удивлением узнали. Мы тоже вроде бы как бы должны были знать ответ на вопрос, какая у нас конверсия. Но я не знал. Если вы меня сейчас спросите, а у вас на основном сайте какая конверсия? Я тоже, скорее всего, не скажу. А учитывая, что вообще рынок поменялся, нужно искать эти ответы. И появились вот такие замечательные графики, инструменты. Если я правильно понимаю, вы уже отдали в Альфу? Да, мы уже выгрузили этот инструмент. Даже не в Альфу, даже, можно сказать, что в бету. Потому что это новый модуль. Каждый может его загрузить и поставить. Там есть только одна проблема, на мой взгляд. Он пока не прединсталируется по умолчанию. То есть я вообще бы хотел, чтобы как... Вот сейчас ребята его как они так... У нас просто новый модуль. Нельзя в Альфу или в бету выпустить. Он выходит. А так как это новый модуль, он выпущен, но они подстраховались тем, что не прединсталировали его. То есть если вы зайдете в свой продукт, там есть модуль конверсии, вы можете его запустить, и он начнет уже собирать данные. Я надеюсь, что потом поправят, и он прединсталируется всем и появится вот в этом блоке маркетинга. Технически это возможно. Вы видите, конверсия может считаться по различным срезам. У Юры Тушинского будет очень хороший подробный доклад на эту тему с техническими подробностями. Поэтому я не буду подробно останавливаться. Ну, кстати, вот вчера мы прокатывали все доклады. Я слушал доклад Юры и сам совсем по-другому посмотрел на то, что такое конверсия. Извините, мы сейчас найдем причину. Итак, в пульсе конверсии мы можем видеть динамику конверсии сайта в реальном режиме времени, собранная по дням. Также мы можем видеть срезы конверсии по различным каналам, в том числе привлечение трафика для различных устройств и строить графики за периоды времени. Допустим, научились мы понимать, что такое конверсия, видим мы цифры, но неизбежно возникает вопрос. А как улучшить конверсию? Есть отличный инструмент, который называется АБ-тестирование. А можно спросить, кто до вообще всей этой истории пробовал АБ-тестирование, проводил его? Вы для себя делали или для клиентов? И так, и так. Как вообще клиенты реагируют на появление, вообще на проведение АБ-тестирования? Вот вы им показываете, условно говорите, зеленая кнопка лучше, а он внутри чувствует, что оранжевая ему больше нравится. Это работает как аргумент. По наблюдениям АБ-тестирование, это как раз из той серии, когда можно справиться с личным восприятием клиента, условно говоря. То есть, например, вы выпустили новый дизайн и говорите, он лучше. Клиент говорит, докажи. Или он говорит, а мне не нравится. Мне не нравится, я другой. Мне хочется, чтобы вот этот логотип Сбербанка крутился. Ну знаете, как раньше было, да? Или сюда, там, не знаю, фотографии президента. Бывают разные потребности, но ответ всегда может быть только один. Но мы же не для себя делаем. Мы делаем для клиентов. Давайте мы как бы их и спросим. И вот это АБ-тестирование, это такая безоговорочная отмазка. То есть, мы его проводим и показываем вам. Самое удивительное, что вы сами увидите ответ на вопрос. Для вас он звучит, кажется, знакомым. Вы тоже ведь на опыте рассуждаете. А может оказаться, что ответ не всегда такой. Итак, как мы проводим АБ-тестирование? Весь наш входящий поток посетителей на сайт мы делим на две неравные части. Меньшую часть, 10-30%, мы отправляем на тестирование. Эту меньшую долю мы делим ровно пополам на сегмент А и сегмент Б и показываем им что-то разное. Это может быть как разные шаблоны сайта, так и разные отдельные страницы и разные отдельные элементы на страницах. При этом мы не просто показываем, при этом мы измеряем конверсию разных наших частей посетителей либо А, либо Б. Соответственно, мы можем сравнить конверсию по различным целям и сделать вывод, успешен наш был АБ-тест или не успешен. Это, наверное, самая главная вообще идея АБ-тестирования, что мы не просто отвечаем на вопрос, что лучше, а мы отвечаем на вопрос, что лучше по одной из метрик, которая для нас важна. Потому что, вот приводил я пример на презентации про автомобиль. У меня вот есть старый там приятель, перегонщик, и на вопрос, какой автомобиль лучше, если там обычного человека спросить, он отвечает на свой субъективный взгляд. Он говорит, спортивный, там такой, сякой, можно спорить об этом сколько угодно. А ответ всегда звучит такой, а вот как раз Леха, перегонщик, как мы его говорим, он единственный сказал, а тебе зачем машина? Тебе семью возить? Дрова возить? Или ты собираешься какие-то другие там в соревнованиях участвовать? Именно в этом вопросе кроется смысл ответа. То есть мы должны определить, что мы считаем и для чего мы меняем. Как только это определено, тогда вы можете сказать, да, он выглядит страшненько. Приведу пример, наверное, сейчас Вадим дальше будет про дизайн рассказывать. У меня есть знакомый, у которого дизайн выглядит как в 80-х нарисованный. Ну такой вот, жутко-жуткий, да? Ты ему говоришь, что ты не поменяешь? Он говорит, а зато так выглядит, у меня аж очень дешевый товар. Кажется, что я прям, ну ни грамма, ни расточительный, я ни копейки не потратил. Очень доверие высокое. Он, наверное, чутьем это чувствует, но я думаю, что если обе-тестирование провести, окажется, что красивый глянцевый дизайн хуже конвертирует, чем этот. Может он, кстати, и проведет. В итоге как раз появился инструмент. Он действительно базируется на конверсии, на ряде метрик, которые мы потом детально расскажем. Если это такая крутая штука, то почему столько мало рук было поднято в зале по проведению АБ-тестирования? Да они еще не признали, сколько они неделю готовили этот АБ-тест, чтобы его запустить. То есть обычно все один эксперимент провели, потому что еще раз по неделе там настраивать, чтобы этот ответ найти, ни за что. А все потому, что у вас не было удобного инструмента для проведения АБ-тестирования, который бы позволил с минимальными усилиями и совершенно прозрачно как для управляющих сайтом, так и для посетителей провести тесты. Теперь у вас такой инструмент есть. Итак, что он вам может дать? Вы можете протестировать целиком новый дизайн. То есть вы работаете на уровне шаблона сайта. Вы можете протестировать отдельные страницы, в том числе главную страницу и любую другую страницу. Может мы не будем очень детально, потому что Юра очень подробно прям с кодом распишет это. Вы можете протестировать параметры компонента и даже отдельные кусочки. Это ты в обратную сторону листаешь? Да, руки перепутал. Итак, мы сделали инструмент. У него есть раздел в административной панели, где вы можете создавать и запускать тесты. Юра Тушинский подробно вам все покажет. Я думаю, вам очень понравится. Ну и модуль выпущен об аттестировании. Точно так же вы его можете загрузить и поставить. Кто-то уже попробовал? Нет еще? Не заметили, говорю же. Не заметили, что он уже инсталляции доступен. Показатели точно такие же, как в конверсии. То есть по тем же срезам вы будете видеть, достигли вы цели. А Юра расскажет, как свои цели создавать. Как ставить свои цели, как ставить свои срезы и для конверсии, и для АБ-тестирования. Вообще отличный инструмент. Раньше в продуктах такого не было. И нам кажется, что мы прям вместе с вами получили прекрасный аргумент и прекрасный инструмент для работы с клиентами. И на ответ на вопрос про конверсию, и на ответ на вопрос давайте сделаем АБ-тестирование. И вы ему уже продали несколько часов. Я думаю, что клиенты с удовольствием будут играть в эксперимент. Потому что на самом деле в итоге-то вы боретесь за конверсию, которая в итоге будет и должна возрастать в результате этих экспериментов. Да. Ну все, мы потом подробнее расскажем. Бизнес-модель интернет-магазина. Внутри у себя мы называем калькулятором рентабельности интернет-магазина. Мне выступать? Мне, да? Давай, возьму эту штучку. Это тоже из серии ответ на вопрос который все хотят слышать, но который не дает покоя или нет цифр или не рассчитывают или в экселовской табличке считают. Давайте пока сориентируемся, что мы здесь вывели. Вот это небольшой такой пример интернет-магазина, в котором валовый доход у нас тут 160 тысяч обозначен. Предположим, это месяц. Рекламный бюджет 100, 35 расходы. Ну вот у нас как бы такая прибыль. Получилось 25. Как рассуждали вообще в целом? Рекламный бюджет 100 тысяч по цене перехода там 5 рублей. Вот, собственно, 20 тысяч переходов получили. Все это перемножаемые показатели, которые в итоге, вот они 20 тысяч переходов, сколько заказов. Это берется из интернет-магазина. Собственно, модуль-то стоит внутри. Из этого вычислена конверсия по заказам. Вот сейчас она 0,5. Далее. Сумма известна, заказов известно, поделили, получили средний чек. Тоже, казалось бы, взрослые магазины всегда апеллируют средним чеком. Мы готовы спорить. Вот все маленькие магазины спорят и говорят, это не показательно, это как средняя температура по больнице. Слушайте, ну так работают, так расчет ведется. Средний чек для определенной категории бизнеса имеет значение. Вот мы в ресторан ходим и не знаем, что рестораторы все считают для себя средним чеком. То есть, сколько в среднем оставляет человек в ресторане? Говорят там тысячу. Это такая категория ресторана. 300 рублей. Это такая категория ресторана. Таким образом все рассчитывается. Вот, собственно, средний чек. Ну и дальше рекламный бюджет на число заказов. Мы знаем, сколько нам обходится один заказ. 926 рублей обошелся один заказ. Ну и последнее. Рекламный бюджет, наценка. Ну это как раз для следующей игры. Ну и какие-то вспомогательные расходы. Обычно мы пытались сделать эту модель простую, чтобы, в общем, было понятно, наверное, без очень сложных объяснений, чтобы можно было поиграть самому или поиграть вместе с клиентом. А туда обычно заносится хостинг, зарплата, ну какие-то составляющие, вот сколько вам обходится ведение всего этого интернет-бизнеса. Ну вот сейчас модель такая. Казалось бы, что нужно сделать, чтобы увеличить деньги? Мы тогда рассуждали. Первое, что обычно делают люди. Увеличивают рекламный бюджет со 100 до 200 тысяч. Выручка выросла, итог вырос, но пока мы вот тут ничего не меняли. Это режим так называемого прогнозирования. То есть обычно эти цифры не редактируются, и они показываются так, как есть, как они рассчитаны для текущего момента. Но тут вы поиграли с ними. Но в жизни в два раза увеличивая бюджет, ну чаще всего, вы увеличите стоимость. Вот если она с 5 до 7 рублей стоимость перехода выросла, у вас уже получается минус. То есть обычное масштабирование бизнеса от прямого увеличения расходов чаще всего дает негативный эффект. То есть увеличивает расходную часть. очень легко, ну и вообще в обычном бизнесе, издержки, потерять за ними контроль. Ну хорошо, что следующее нужно сделать? Глядя на эту модель, можно поиграть, вот вы прямо вбиваете сюда до 0.6, с 0.5 до 0.6, и уже при 7 рублях перехода модель становится неплохой. То есть получается, что увеличивая конверсию, можно увеличивать ее все дальше и дальше. подняли до 2.4. Вообще это, конечно, сказочная конверсия для магазина. Ну предположим. И вот получается странно. При 200 тысячах рекламы, тех же базовых расходах на хостинг, по 7 рублях за переход, уже получается, что прибыли 783. То есть только что было 20 тысяч, и тут стало 783. это как раз к вопросу о том, как поиграть в эту модель вместе с клиентом. Ты говоришь, давай бороться за конверсию. Мы будем проводить АБ-тестирование. Цель, еще раз, она может быть достигнута, а может быть нет. Потому что бизнес комплексная вещь. У вас, например, очень высокая цена, и вы не можете получить высокую конверсию, например. Они видят товар, но не покупают. Но в целом, цель, самое главное, бороться за конверсию. И увеличивать ее для того, чтобы повышать. Следующие моменты это борьба за средний чек, масса инструментов, продукты, других вещах. Те же себестоимости, прибыль растет. Ну и, не помню, здесь не было, мы делали возможность, чтобы можно было поиграть наценкой. Потому что, к сожалению, сегодня в онлайне цена становится очень существенной. Многие даже офлайновые магазины используют такой аргумент. Я тут недавно видел в МВидео рекламу в офлайновом магазине, баннер большой висит, интернет-цены. Потому что все знают, что цена как бы в онлайне самая маленькая. Поэтому ценовой конкуренции, она никуда не делась, она будет, и ваш интернет-бизнес, и ваши клиенты будут конкурировать ценой. Поэтому снижение наценки это как модель поиграть, посмотреть, какая будет возврат или какая окупаемость. Когда наступит минус. А мы выпустили модуль или он вместе с конверсией? Мы выпустили модуль, он в составе модуля конверсии, попадает в меню, раздел меню маркетинг, там вы можете его пощелкать. Итак, что мы получили? Мы получили быстрый инструмент для оценки рентабельности и успешности бизнеса интернет-магазина. Дали возможность поиграться, попрогнозировать, в какую сторону развивать магазин. И в общем-то я считаю, что мы дали инструмент для того, чтобы получить оценку в общем того, как работает магазин и на какие параметры магазина можно повлиять. А я считаю, что мы помимо инструмента технического получили еще и бизнес-инструмент с вами для общения с клиентом. Как бы мы с вами не крутили, мы становимся по сути для них бизнес-консультантом. Мы начинаем вместе с ними обсуждать эффективность модели, насколько все правильно, насколько удобно и вообще зачем вы этот бизнес делаете и как его сделать собственно бизнесом, то есть бизнесом, генерящим доход. И это очень очевидный, простой, понятный инструментарий. Но одной из составляющей такого бизнеса является рекламирование своих товаров, в том числе через контекстную рекламу. Сейчас контекст является одной из самых значительных статей расходов на продвижение товаров в магазине. При этом возникают некие разрывы, когда рекламой занимаются одни сотрудники, а сопровождением товаров совершенно другие сотрудники. Поэтому может возникнуть несогласованность между рекламой и товарами. Это означает, что вы можете в какой-то момент потерять деньги из-за этого разрыва. Например, когда товар закончился, а его реклама все еще идет. Или же, когда цена рекламы очень сильно повысилась и превысила рентабельность товара. Это все означает, что рекламный бюджет может расходоваться неэффективно. Мы сделали интеграцию с Яндексом, с Гуглом, и это позволило нам более глубоко, более сильно интегрировать наше объявление с товарами. Уже сейчас вы управляете рекламными объявлениями прямо в карточке товара. Вот эти перечисленные фичи, они, к сожалению, еще не выпущены по разным объективным обстоятельствам. Одно из них это то, что, например, Яндекс вводит новое IP и нам пришлось провести цикл работ по созданию специального прокси, который бы умел из старого IP проксировать в новое IP Яндекса. Ну и в том числе, к сожалению, есть человеческий фактор. Случилась беда у разработчика ключевого, поэтому выпуск этих замечательных фич мы немножко задержали, но мы их обязательно выпустим. Можно я уточню немножко по поводу вот этого прокси. Он не совсем запросы проксирует, то есть его основная задача как бы хранить некие идентификаторы. То есть мы договорились с Яндексом и получили там специальные коды у Гугла и у Яндекса. Они как бы понимают, что мы представляем продукт и что от него могут ходить там тысячи сайтов манипулировать контекстной рекламой. То есть просто в первых заходах в первом АПе получалось так, что отключая там токен, они могли отключить очень много участников. В общем, сейчас появился фрагмент облачный сервис, который выполняет коммуникацию между магазином, он ее упрощает с Яндексом, с АПе Яндекса или с АПе Гугла. Да, и нам показалось, что будет не очень удобно каждому клиенту заводить ключи для интеграции с Яндексом. Поэтому мы эту тяжелую задачу взяли на себя через этот прокси. Еще один маркетинговый инструмент для повышения конверсии магазина это триггерные рассылки. О них у нас будет тоже подробно очень интересный доклад о том, как это устроено внутри. Итак, что такое триггерная рассылка? Триггер это некое событие внутри магазина, которое запускает некую цепочку действий. В данном случае действие это посылка почты. Такими триггерами может быть брошенная корзина, отмененный заказ или просто когда посетитель какое-то время не заходит на сайт, какой-то значительный промежуток времени существенный. Это событие запускает серию писем, которые могут отправляться с каким-то интервалом автоматически и точно так же какие-то триггеры могут прервать эту рассылку. Мы это покажем, расскажем. Будет опять доклад у Юры Тушинского. Смотри, мы по времени идем так, что может быть мы даже чуть побольше времени оставим на вопросы, а доклады, которые технические, мы не будем детально сейчас перебирать. Очень хороший доклад будет у Юры. Не просто даже доклад, а целое шоу. Посмотрим, что из этого получится. Очень интересный сценарий. В поставку модуля сендер мы включили несколько триггерных рассылок, чтобы вы могли ориентироваться, как и что можно настроить. Вообще потихоньку продукт обрастает одними из самых популярных сервисов на рынке, которые должны на наш взгляд быть в продукте и должны быть интегрированы. Потому что являются частью сервиса, в данном случае повышают конверсию, помогают настроить и создать иллюзию, что человек индивидуально рассылает почту. На самом деле шлют там робот или автоматика. Причем на рынке даже появились сервисные услуги по написанию контента этих писем. То есть создаются шаблоны такие драйвовые, эмоциональные для магазинов. Бывает получишь там письмо такое человеческое и прям строят коммуникации между магазином, покупателем и письма работают как инструмент. Но мы об этом инструменте хорошо отдельно расскажем. Чуть позже мы поиграем в триггерные рассылки. Бигдата персонализация. Ну, как вы помните, мы уже достаточно давно представили нашу бигдату, поэтому с тех пор накопилась вот такая приличная статистика. Честно говоря, цифры впечатляющие. Например, уникальных посетителей 220 миллионов, а событий 440 миллионов. Народ нас иногда спрашивает, в стране народа меньше. Почему столько посетителей вы называете? Уникальные куки. Вообще есть даже не наша статистика, а внешняя статистика, в которой говорят, что на человека приходится ну, считаем, один-два браузера, мобильное устройство, на разных компьютерах мобильное, то есть он дома, в офисе, где-то еще, не очень задумываясь, получается у нас там 5-6 куков на человека. Но с точки зрения проекта это уникальный посетитель, у него есть история, то есть, например, когда вы на работе, скорее всего, мы вам порекомендуем одно. Ваше поведение там ведь определенное, да? Если же вы дома, то история поведения другая. Но цифры огромные, 440, 17 тысяч магазинов собирают данные, 440 миллионов событий в месяц, в месяц обрабатывается, то есть там есть ночные процедуры, у Саши Сербула будет доклад во втором потоке в 12.30. Он обещал очень глубоко не нырять, но так, чтобы мы не разбились, но дать очень много информации о том, как это устроено и как вообще такие цифры, объемы перерабатываются. Наверное, самое главное я бы отметил, что сегодня мы можем точно сказать, что сервис по рекомендациям полезен для бизнеса, он увеличивает продажи. и это значит, что в наших цифрах, вот как мы видим, от 9 до 37 процентов поставленный виджет по рекомендациям увеличивает продажи на интернет магазине. Это зависит от товара, от цены на товар, от каких-то факторов, но сервис по рекомендациям для этого магазина полезен. Еще раз, вот мы с вами, помните, боролись за конверсию. Если мы увеличили на 10 процентов продажи, это мы прибавили, увеличили конверсию. Прибавили 20, мы еще больше увеличили конверсию, увеличили рентабельность, при этом трафика больше не стало. Вот эти все инструменты состыковываются, чтобы дать ответ, зачем. Очень трудно собрать такое количество данных, но еще труднее извлечь из этих данных пользу. Собственно, этим мы и занимались с тех пор, как представили BigData, пробовали различные алгоритмы, пробовали различные подходы к обработке BigData, все для того, чтобы увеличить силу рекомендаций. В итоге мы достигли существенных успехов, мы научились кластеризовывать товары, научились передавать интерес пользователей через его товары и улучшили скорость выдачи рекомендаций. Все технологии назвали интерес ID. Вот есть такой один пунктик, он так скромно звучит, а за ним было прям целое сражение, кластеризация товаров, 18 миллионов товаров. Со многими подходами. Со многими подходами, я вот до сих пор помню, все спорят, спорят, вроде все кластеризовалось, а вареная колбаса не кластеризуется. Ну что с ней, помнишь, да, Саша? Ну никуда вареная колбаса не попадает, она как-то по-странному называется, все, не получается кластеризовать интересы там по вареной колбасе, ну ничего, вроде справились, побороли, Саша детально расскажет, как вообще такие вещи реализуются. Ну вот мы говорим, что в среднем магазин может рассчитывать, наверное, на 20%, ну такой обычный среднестатистический магазин, плюс к продажам, и это хорошо. Как вы уже поняли, у нас появилась целая группа инструментов для маркетологов, но они были разбросаны по административному меню в самых неожиданных местах, поэтому мы решили сделать отдельный корневой раздел меню маркетинг и свести туда все эти полезные инструменты. Пульс, бизнес-модель, АБ, контекст, все скидки в товарный маркетинг, email-маркетинг, триггеры, персонализация, поисковая оптимизация, баннеры. Хороший инструмент получился такой большой, зрелый, с которым можно работать. Вообще легче будет продавать, потому что маркетологи очень часто хотят видеть все в одном, блок, вполне серьезно выглядит и звучит. Что бусы для них тоже. Очень большие изменения на интернет-рынке настигли нас. И вас. И вас. В частности, настигла нас мобилизация. Тяжело, тяжело об этом говорить. Почему, кстати, я не очень понимаю, чего тебе тяжело? Потому что верстка адаптивная. Дело в том, что у него есть свой сайт, очень посещаемый, по комнатным растениям. Видимо, ему пришлось переверстывать. Нет, но придется. А почему? А потому что не так давно Google предъявил дополнительные требования к поисковой выдаче на мобильных устройствах. Он начал требовать, чтобы сайты были хорошо представлены в этой выдаче. Поэтому он предъявил ряд требований для верстки сайта под мобильные устройства. Ну, например, все элементы интерфейса должны быть легко достижимы, чтобы можно было пальцами в них попасть. Вес страницы должен быть не очень большой, чтобы ограниченные ресурсы мобильника смогли их загрузить. Ну и так далее. Но, как вы наверняка знаете, как разработчики, довольно трудно сопровождать два отдельных шаблона сайта. Один для дестапной версии, другой для мобильной. И поэтому все чаще и чаще прибегают к так называемой адаптивной верстке, когда один и тот же код хорошо отображается и на дестапном браузере, и в мобильном устройстве. Я чуть перебью тебя. Вообще у нас будет два отдельных доклада. Один у нас в нашем потоке Антон Герасимюк сделает прям детальный технический доклад по адаптации под мобильное устройство и под Google PageSpeed. Он стал большим экспертом, разобрался во всех мифах и постарайтесь вытащить из него цифру. То есть он теперь знает, как сделать 95 и даже 100. Но про 100 он не всем рассказывает. И у нас будет во втором потоке в онлайне мы подключим коллегу из гугла. Он будет детально рассказывать, задавать самые каверзные вопросы. Мне даже кажется, что Коля Мациевский затронет этот вопрос связанный там со скоростью. В общем, будет несколько докладов связанных с мобильной. Здесь Вадим, наверное, расскажет сейчас про адаптивку, про bootstrap. Да, про наше решение интернет-магазина. Мы сейчас делаем и почти готовы выпустить новое решение интернет-магазина в модуле Bittrex eShop. Мы его делаем с помощью адаптивной верстки и используем для этого bootstrap framework CSS. Скажите, пожалуйста, то, что мы выбрали bootstrap, это хорошо? На ваш взгляд? А вот вы сомневались. Я тоже, если честно. У нас есть евангелисты, которые отстаивали вашу точку зрения. Да, если посмотреть на исходный код bootstrap, начинаешь понимать, что другой альтернативы нет, потому что такую сложную штуку не каждый напишет. Суть этой штуки в том, что она дает нам некие макеты верстки многоколоночные, при этом все эти колоночки живые, они зависят от размера физического устройства, на котором все это смотрится. Поэтому, если это мобильное устройство с небольшим экраном, то происходит автоматическое перемещение элементов с одной колонки в другие колонки, автоматическое скрытие лишних колонок, и мы получаем приличный вид на узких устройствах. Вот, например, в нашем решении мы сделали такую верстку, и вы можете видеть, как одновременно отображается большой магазин с несколькими колонками, и как этот магазин вытягивается в одну колонку в мобильном устройстве. Вот, например, список товаров в три колонки, еще одна колонка, он превращается фактически в одну колонку в мобильном устройстве. А верстка одна и та же. То есть здесь не происходит подвена шаблона. Это работает активно-адаптивный шаблон. Ну, то есть какая альтернатива на самом деле сделать две верстки и два по большому счету сайта. Некоторое время мы даже рассуждали еще там, и мы, и вы там производили папочку M, там у тебя отдельная верстка, отдельный сайт, основной сайт он такой, ну, во-первых, сложно, во-вторых, все время решаешь задачу с перенаправлением кого перенаправлять, кого нет. коллега из гугла, по-моему, даже на нашей пресс-конференции по поводу продукта выступая, говорил, ну, мы, предпочтений у нас нету, но нам самим больше нравится, когда вы делаете адаптивку. То есть можете сделать папочку, можете как угодно, а если мы просто посчитаем с вами деньги, то получается адаптивка выгоднее. Вот сделать ее таким образом, рентабельнее для клиента, для вас, по скорости производства, по решению всех задач. Основную нагрузку по адаптивности взял на себя шаблон сайта. Мы постарались, чтобы внутри шаблонов компонентов было как можно меньше разметки bootstrap, чтобы более свободно их можно было применять, распространять. Поэтому основная нагрузка легла на шаблон. Он очень умный, он имеет вот такую колоночную разметку с идентификаторами bootstrap. И, кстати, библиотека bootstrap теперь поставляется ядром. Появилась новая папочка битрикс.css, где есть уже два файлика. Bootstrap.css и фонд.osan.css. И еще одно изменение в нашем шаблоне магазина, то, что мы постарались шаблоны компонентов включить в стандартную поставку, а не в решение. То есть все эти преимущества новой верстки компонентов вы можете использовать и в других шаблонах, а не только вот в этом шаблоне электронного магазина. Например, Максим выпустил ряд шаблонов flat в инфоблоках, где подключается bootstrap, в частности, в умном фильтре. Например, в ядре появилась возможность подключать шаблоны авторизации с другими именами, а не только дефолт. В общем, все сделано для того, чтобы наш опыт верстки компонентов под bootstrap получили не только пользователи этого нашего демо-решения, но и все остальные пользователи. Ну и какие преимущества нам дал bootstrap? Это высокая скорость производства адаптивных сайтов, потому что там это заложено изначально, готовность к использованию различных устройств изначальная, и изначальная поддержка touch-интерфейс в этих устройствах, потому что, соответственно, HTML должен чуть-чуть от этого изменяться. Кроме того, помимо верстки, как я уже упоминал, требуется высокая скорость отображения. Вы знаете, что у нас были инструменты по объединению сжатию CSS и JS, потом мы добавили поддержку минифицированных CSS и JS, мы выпустили все наши CSS и JS, которые идут в составе продукта в минифицированном виде, и при включении галочки они автоматически подключаются. И последним штрихом стала настройка перемещения скриптов вниз страницы. Честно говоря, было очень страшно. Но нам удалось найти такой способ, при котором ломается почти ничего. Слушайте, он, конечно, шутит, и страшно было, это был жуткий спор по поводу того, что вообще это технически возможно, но мы сформулировали это так, что платформа не должна вас ограничивать. То есть если вы или клиент прям заморочились на тему, что мы хотим, чтобы было вот это внизу, CSS онлайн или еще что-нибудь, чтобы платформа сказала, ну окей, хотите, пожалуйста, и вы могли это сделать. И, собственно, получился вариант, я не знаю, кто-то вообще такие штуки еще делает, и мы не только свое вынесли вниз, научились, а мы еще и ваши расстановки, ваш JS умудряемся вниз переносить. Но вот в докладе Антона будет очень детальный пример, прямо с кодами, где, как, что работает, чтобы вы понимали, как мы перекидываем, как переносим JS. Вообще отличное решение, мне очень нравится. И минификация мне очень нравится. Ну давай, Антон это будет, давай мы динамичнее, они расскажут очень подробно. но все-таки нужно обязательно проверять после включения этой галочки, потому что существует код, который может не заработать. Но мы включили в поставку минифицированные CSS-JS, но на проекте всегда имеются ряд подключенных стилей скриптов не из продукта. Как быть с ними? Хочется их тоже минифицировать. И, кроме того, известно, что контент-менеджеры часто размещают на странице довольно-таки неоптимизированные картинки, которые занимают обычно основной объем страницы. Давай так скажем, они всегда размещают неоптимизированные картинки. Крайне в редких случаях они размещают оптимизированные картинки. Попытался смягчить видных наших контент-менеджеров. А что, наши оказались такими же? Что, далеко говорить. Сделали модуль сжатия, мы в модуль ускорения сайта включили оптимизацию. Мы дальше будем про CDN. Это, собственно, CDN. Как он работает? Вы помните, да? Вы нажимаете кнопочку, внутри ваши ссылки поменялись, и когда пользователь запрашивается, оно идет через наш облачный сервис и дальше через систему доставки по стране и по меру. Так вот, когда с вашего сайта этот имидж забирается в CDN, мы его там жмем. Там, правда, технически так получилось, что, по-моему, второй или третий хит, но мы тоже там обошли эту часть ограничений, там просто, чтобы не задерживать скорость отображения, когда он первый раз имидж проходит, мы его запускаем в очередь, он сжимается, а пока отдается не кэшируемый таким, а потом уже все заменяется. Но сервис нас, пропуская через себя имиджи, оптимизирует их, пропуская через себя JS и CSS, жмет их, тем самым обеспечивая доставку не только быстрее через CDN, но еще и сжатого контента. Кроме того, мы добавили поддержку SSF, что у нас очень много просили. И теперь вы можете включать CDN, в том числе, на защищенных HTTPS сайтах. Поднимите, пожалуйста, руку, кто пользуется ускорением сайта? А что вы смеетесь? Вот некоторые смеются, а некоторые пользуются, и у них сайт быстрее работает. Есть у нас такая штука, называется конверсия там или что, скорость сайта. Вы включаете и смотрите. Быстрее или нет? Еще раз, я согласен, что в некоторых ситуациях скорость может не ускорить, не увеличиться, но в большинстве своем она увеличивается заметно. А покажи следующий слайд, табличку. Вот для нашего сайта. Вот мы у себя включили. Наши контент-менеджеры все вроде грамотные, все должны делать от 20 до 33 процентов уменьшения размера страницы. Вы меня будете спрашивать, включу ли я в следующий раз. Включу, даже не задумываясь, потому что так оно будет быстрее. Ну и для того, чтобы эффективнее была обработка картинок, мы в том числе папку images включили в CDN. Немаловажное изменение. Раньше был только битрикс и upload. Теперь, если у вас на сайте есть папка images, она чаще всего бывает, она тоже обрабатывается. Итак, что нужно сделать, чтобы Google поставил нам выше балл? Антон нам расскажет. Ну, в общем, надо включить все галочки и использовать адаптивную верстку. Ну, вот этот слайд, он, наверное, к вопросу, даже не про техническую реализацию. Мы показывали, ваши клиенты уже видят зачастую графики по Google, когда проседает трафик. Вот тогда мы давали совет. Кто предложил такую услугу клиентам? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот не совсем понятно, почему так мало. Потому что это ведь настоящий бизнес. У клиентов болит, им нужно, вы можете предложить им услугу, понятную, комплексную. Это знаете, вот как налоговое законодательство сменилось, нужно обновить бухгалтерию. Вот здесь сменилось налоговое законодательство Google. Надо обновить сайт. Ну, то есть вы можете не хотеть, но вы должны это сделать, иначе вы начинаете терять трафик, терять аудиторию. У вас железный аргумент. Сделайте раздел на сайте, обратитесь к клиентам, поработайте с ними, предложите им услугу. Так, давай двигаться, а то мы не успеем. Мы должны с тобой энергичнее. Очень большие изменения в интернет-магазине. Алексей Кирсанов подробно расскажет, что мы там сделали. Мы с тобой как разводящий доклад, только презентуем доклады других коллег. Коротко. В умном фильтре у нас появилась поддержка полей типа дата. Умный фильтр теперь может работать в режиме ЧПУ, может работать с разными валютами, может давать подсказки к полям фильтра и улучшено отображение числовых свойств. Теперь они понимают размерность величины, то есть количество знаков просто запятой. Алексей будет об этом всем рассказывать. Мы полностью отрефакторили в магазин, добавили туда процедуры независимой отгрузки и оплаты частей заказа. Для этого нам потребовалось много чего изменить. Это, кстати, еще одно для меня открытие большое. Вчера, изучая презентацию Леши Кирсанова про магазин, я осознал, что же мы на самом деле выпустили. И я надеюсь, вы поймете это, когда он представит это в докладе. Это совершенно другой магазин, это другой продукт. Еще один большой блок работ коснулся SEO. Мы продолжаем развивать эту тему. В частности, мы наконец-то сделали ЧПУ для некомплексных компонентов. Теперь вы можете сами создать раздел, набросать туда простых компонентов, и вам не нужно будет вручную создавать правила URL-реврайта. Они будут созданы автоматически в специальном режиме. Максим покажет, как все работает на практике. Также в инфоблоках и вообще в продукте добавилась поддержка канонических ссылок. Теперь через специальный IP-метод вы можете установить каноническую ссылку страницы, что и делают компоненты инфоблоков. Ром на фильтре я уже упоминал. Появилась микроразметка там, где еще не было, например, в фурлемных крошках. И появилась возможность установить время модификации страницы заголовок класс модифай через API, что опять-таки делают элементы инфоблоков. Ну, фактически мы выписали список проблем, на которые нас жаловались когда-то раньше. Могли жаловаться по SEO. И постарались решить все, какие оставались. У нас по большому счету не осталось никаких хвостов, которые можно было прям сделать. Если есть, говорите, мы дополним и постараемся зафиксировать. Также появилась возможность указать кастомную 44 страницу для отсутствующих элементов инфоблока, что тоже нас очень много просили. И отдельно хочу отметить ограничение параметров по страничке от входных параметров. Была специальная тема на форуме, очень горячая. Суть в том, что можно было заспуфить содержимое страницы через постраничку. Теперь мы сделали ряд подходов, которые позволяют избежать этого с помощью специальных техник. Также обновился модуль интеграции с 1С. Больше всего это коснулось интерфейса модуля. Функционал все последнее время рос, рос, рос. И появилась необходимость структурировать интерфейс, чтобы было понятно, какая часть за что отвечает и как настраивается. Появилась выгрузка скидок из 1С в интернет-магазин. И появилась интеграция с ERP. Теперь вы тоже можете использовать модули обмена. А кто же посмотрел новую интеграцию с 1С? Поднимите, пожалуйста, руки. Одна рука? Нет? Две, три. Не так много? Ну там вообще все ничего? Лучше стало? Главное не хвалите нас, а то мы остановимся. Ну не уверенно пока, но хорошо, ладно. В правильном направлении движется. Как вы знаете, довольно значительное время назад мы выпустили новый визуальный редактор и только сейчас мы его включили по умолчанию. Ну еще по дороге до делов. Но этот-то поставили. При этом все последние полгода мы существенно доделывали новый редактор. В частности, мы улучшили операции вставки из буфера обмена. То есть мы лучше стали как HTML чистить, так и научились интеллектуально переключать между текстом и HTML приставки из буфера обмена. Кроме того, появилась поддержка Bootstrap и специального шрифта фунтосом. Вы видите, теперь можно штатно прямо из редактора размечать отдельные блоки, буквицы, списки с использованием Bootstrap и фунтосом. Вот эти вот блоки, они как раз определяются в Bootstrap и библиотеке. А чтобы все это работало, появилась возможность в шаблоне сайта, в description указать, какие дополнительные стили для редактора можно загрузить. И вы этим тоже можете пользоваться в своих проектах. Если у вас для красивого редактирования требуется дополнительный стиль. А релиз, он еще не релизный, да, еще в бете? Он вышел. Релизный, то есть он уже поменял. То есть вообще в самое ближайшее время на сайтах произойдет замена старого редактора на новый. Этот редактор станет основным. Уже заменился. На самом деле, если ничего не болит и вы не выкрикиваете, мы считаем, ну в общем не так и плохо. Обычно, когда что-то не так, вы сразу говорите, фу, ерунда, вы там что-то не то сделали. Тишина означает, молодцы, нормально как-то так, спокойно, все, да? Кнопок каких-то нет. Ну вот остальное, там копипасс, там все остальные вещи. Помните, сколько тараканов-то было с этим? Может это и есть самая большая похвала? Не ругают. Неожиданно. Неожиданно. Также у нас появился новый загрузчик фотографий в административных форумах. Теперь можно загружать много фотографий, не требуются никакие плагины, все происходит, обработка средствами браузера современного, так сказать, рисуем на канвасе. Есть редактор. Сейчас давайте быстренько посмотрим, что он может делать. Его-то попробовали? Да что такое? Мы вчера что ли обновление выпустили? Ну, типа того, да. Ну, ночью и тайком. Не, я, конечно, понимаю, да. Но нам пораньше было. Ну, чтобы нас хоть поругали или посмотрели. Суть редактора состоит в том, что вы можете сделать предварительную обработку изображений, множественных, причем загруженных, с использованием кадрирования, поворота. При этом для упрощения, опять-таки, жизни контент-менеджера вводится понятие пресетов кадрирования. То есть, если дизайнер задал определенное соотношение сторон, то при загрузке вы сразу получаете рамку нужных пропорций и с помощью ее кадрируете изображение. И потом вы меняете порядок изображений и вот в таком вот красивом виде все загружается. Изменился стандартный контрол загрузки в инициативных формах, поэтому вы во многих формах сможете это увидеть. В частности, в инфоблоках это уже сделано. Я так понимаю, они легко тут пересортировываются, перетаскиваются и формируются в нужном порядке для товара, для магазина. Максим кивает, да, теперь вот так можно перетаскивать. Не наша любимая сорт 100, да, а вот так нормально там, drag and drop. Исходная версия у вас на компьютере сохраняется. С компьютера же грузится. Вы же себя. Но на самом деле основное… А? Ну, зачем же вам оригинал на сайте? Может, он весит 15 мегабайт? А? Зачем поставил все будет на потоке или за неделю? Ну, в том числе. Основное соревнование, как мы говорили, происходит между тем, кто работает в фотошопе в обычных инструментах и с загрузкой. Ну, стараемся все облегчить и простить работу. О, DDoS. В модуле безопасности появилась отдельная страница защиты DDoS. Ну, тоже. У нас будет отдельный доклад коллег из куратор по DDoS. Прям детально сейчас, наверное, не будем. Но вообще это очень важный и полезный инструмент для клиентов. DDoS – это как снег зимой. Никто не ожидал, он случился. То есть все вроде предполагают, что он может быть. Но когда начинают сайт DDoS'ить, проект на несколько дней вылетает. Пока все разобрались, пока поняли, в чем дело, пока нашли кого-то, а вас еще хостер выгнал, потому что он же не хочет терпеть такого, да? Пока вы куда-то переехали, с кем-то, вот несколько дней ничего не работает. Мы договорились с коллегами и теперь для каждого продукта, независимо от редакции, 10 дней защиты под атакой. Достаточно буквально выполнить несколько действий. Трафик, то есть что значит несколько действий? Перенаправляется DNS на сервер куратора. А им сообщается IP-адрес, где стоит ваш сайт. Весь трафик начинает идти через них, они его очищают, он доходит до вашего хостера и дальше сайт работает, функционирует очищенным. Почему это нельзя в продукт сделать? Потому что это вообще очень большая комплексная система. Это масса точек чистки трафика по стране, у провайдеров, на магистральных каналах. То есть это отдельный особый бизнес. В него так и не входит, и просто так не выходит. Поэтому появился такой комплексный проект. Отдельный раздел, инструмент защиты. Кажется, что это очень полезно и для взрослых компаний, и для госсегмента, ну и вообще для бизнеса. Потому что если бизнес это, вернее интернет, это часть вашего бизнеса, и вы на нем зарабатываете, там выручка несколько миллионов в день, то в общем простое несколько дней зачастую еще репутации может стоить. К тому же вредные люди обычно выбирают самый ответственный момент перед Новым Годом, да, как там. В общем, тогда, когда это ценнее всего. После добавления столького количества таких полезных фич возникает вопрос, а не стало ли все очень медленно после этого. Как теперь с этим взлететь? Как теперь с этим взлететь? Поэтому мы решили провести очередное наше нагрузочное тестирование, проверить масштабируемость продукта в кластерной конфигурации, проверить производительность магазина с очень большим количеством SKU и, соответственно, подготовить рекомендации по допустимой нагрузке для высоконагруженных проектов. 100 тысяч SKU это много. Например, сайт Евросети это 48, да, по-моему, тысяч SKU. То есть это в два раза больше, чем большой, понятный, нагруженный интернет-проект. Делали вместе на оборудовании Selectella, использовали Яндекс.Танк, делали коллеги из IT-сумы. У них во втором потоке сегодня будет доклад. Они детально покажут, расскажут, как нагружали и мучили эти проекты. Давай покажем уже цифрочки, у нас, к сожалению, мало. Выбраны были сервера, которые на Selectella стоят по 8 тысяч, если я не ошибаюсь, 8 с хвостом. Тестировалось 3, проводилось 3 теста. Один сервер, то есть вот сколько можно выжать из одного сервера. Почти 15 миллионов просмотров, 30 тысяч заказов, 770 тысяч уникальных посетителей. Все было на композите и время отклика 9 миллисекунд. То есть мы на композите отдаем. Иногда начинается там спор, но это же не вся генерация страницы. По времени генерации страницы в общем отчете там есть, по-моему, 350 миллисекунд стоял верхний порог генерации. Но с точки зрения посетителя, ему страницы отдавались со скоростью 9 миллисекунд. На интерфейсе еще раз подчеркнем. Она вся целиком. Даже композитный хит, он даже не меняет, собственно, страницу. Он не изменит состава того, что есть. И было два теста кластерной конфигурации. Помимо больших цифр хотели получить индекс масштабируемости. Вообще масштабируемость это всегда жертва производительности. То есть нужно было понять, насколько мы теряем. Если я не ошибаюсь, у нас 1,7 получился коэффициент. То есть два сервера мы не в два раза вырастаем, а 1,7. Но вопрос, что будет с четырьмя серверами? Вот мы, например, увеличиваем в два раза число серверов. Насколько можно увеличить производительность? Была гипотеза, что индекс производительности может просесть больше, например, полтора или 1,2. Тогда можно сказать было бы, что мы плохо масштабируемся. Но индекс масштабируемости сохранился. То есть мы на четырех серверах сохранили 1,7. Это очень круто. То есть мы линейно масштабируемся по серверам. Вот у нас индекс, он остался неизменным. Отличные цифры. Покажи сертификаты. А, у тебя нет сертификатов. У нас есть распечатанные сертификаты. Когда вы участвуете в тендерах или клиенты задают вопрос, а сколько можно выдержать или вытянуть каких-то показателей. Можете смело распечатывать сертификат, прикладывать к тендерным заявкам, прикладывать к переговорам с клиентами. Это понятные, открытые тесты, подробная документация, конфиги, как вообще с этим пользоваться и как хотим работать. И мы во многом и для этого хотели, чтобы у вас получились тесты. Ну и также скажу, что вообще много изменений было там дополнено, тестов внесено в продукт. Твой кадр. Вот мой кадр, да, окей. Ну, давайте, так сказать, в завершающей части несколько слов. Продукт развивается. Продукт развивается очень быстро. Наверное, можно сказать, что мы никогда не гнались и не гонимся, наверное, за долей на рынке, но смотрим сегодня за замерами, которые выполняют. Нам кажется, что неплохой тест делает iTrack, замеряя домены и сайты. И очень важно, что наша доля потихонечку растет по несколько процентов, и это не на нулевой базе. И сегодня доля коммерческих сайтов 62 с лишним. И мы еще внимательно смотрим за темпом роста. И наш темп роста больше, чем у всех остальных. То есть мы, собственно, потихонечку вместе с вами увеличиваем нашу долю на рынке. Это очень круто. Я считаю, что это огромная победа, и мы можем все вместе друг другу поаплодировать, потому что 62%, ребят, это вообще очень дорогого стоит. Это круто. Ну и в завершение. Программный продукт это уже не просто коробка. Вот, наверное, времена, когда просто коробку отдал и забыл, прошли. У нас теперь внутри есть отдел эксплуатации облачных решений, мы поддерживаем большую инфраструктуру, и коробке предполагается много инструментов. CDN с целой кучей сервисов, сканер безопасности. Коллеги, проверяйте себя. Он очень много говорит заранее. Вы просто иногда упускаете. Пуши, бигдата персонализация, мониторинг мы говорим вам. Вот, кстати, мы сейчас с вами не говорим, но я хочу обратить ваше внимание. Вот скорость сайта сегодня в обновлениях стоит почти на 60 тысячах сайтов. А мониторинг включен примерно на 29 тысячах. То есть половина из вас на сайтах клиентов отключает мониторинг. Ну вы, конечно, редиски. То есть это же неправильно. То есть я понимаю мой мотив, но клиенту дается сервис, а вы его отключаете. Скорость сайта и другие. В общем, основная идея, что продукт становится очень многофункциональным и такой интегрированным в облачные сервисы. Скорость здесь дорисуется, интеграция с контекстом, а потом может быть еще прям с поиском, может еще чем-то. Окей. Ну это вот, собственно, вся наша команда. Сегодня у нас, мы посчитали, 147 человек на сегодняшний момент работают в коллективе Bittrex. Так, у нас нет времени. Поехали на B24. А, все? Дальше идем? Вот, собственно, релиз, который мы вам представили в версии 15.5. Продолжаем вопросы. А у нас вопросы. Мы с тобой неправильно, видимо, действуем. Поехали по B24. Вопросы. Или вопросы? Мы не успеем B24 рассказать. Вот я тоже озадачен. Ватт. Это ядро 15.5.1. Нет, еще не выпустили на тестирование. Вот ты даешь. А мы спрашиваем, ну как вам? Удобно? Пользоваться. Они такие, ну да, удобно. Все удобнее и удобнее становится. Я попробовал. Кто попробовал? Это вот следующая премьера, да? А нету? Поставьте B324. Поставьте. Делаем. А где B324? Давайте. Микрофон. Первый вопрос был про конверсию и АБ-тестирование. Это только для продаж или можно использовать для каких-то еще метрик, в принципе? В докладе Юра детально ответит на эти вопросы для любых метрик. Для любых метрик. То есть можно будут любые метрики делать. Да, и модуль конверсии будет в бизнесе или в том числе в малом бизнесе будет? В малом бизнесе, да? Конверсия будет в малом бизнесе в том числе. В обоих редакциях бизнесов. Конверсия и АБ вышла во всех редакциях, начиная, ну, все, что выше стандарта. Стандарты выше? Нет. А, выше стандарта. Все, что выше стандарта. Эксперт, бизнес, малый бизнес. Да. Спасибо. Так, поехали. У нас нет времени по B24 давайте. А то мы… Тут кое-кто, не будем говорить кто. Давайте вопросы пока. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Никита, компания Визор Тес. Вообще интересно разделение вот этих всех новинок. Действительно, что в малом бизнесе, а что достанется бизнесу. Потому что сейчас мы все посмотрели, все круто, но часть клиентов не очень крупных интернет-магазинов, они все-таки на малом бизнесе. Что они получат и что останется на развитии из новинок? Юра, а что у нас вошло в бизнес? Есть какие-то именно в бизнес, которые вошли? Мне кажется, мы там достаточно демократично в этот раз все распределили. Там все, по-моему, в малом бизнесе, да? Да, все малому бизнесу все в этот раз досталось. Мы на самом деле здесь чаще исходим из такой потребности и понимания того, что вот это ключевой инструмент для интернет-магазина. И без там бизнес-модели, тем более маленьким, большие они вообще могут по-особому считать. Там будет управленческая отчетность, они там в другом месте каким-то образом аналитику получат. А для маленьких модель, конечно, нужна. Да, Юр, триггерные рассылки, по-моему, тоже в малом бизнесе. Я вот как-то в этот раз не до конца все отразил, извините. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Петр, компания RJO. И вопрос о документации новых фич, он появляется на каждой конференции, по-моему. И документация появляется, но позже. Хотелось бы видеть одновременно с выходом новой фичи сразу документацию, чтобы нам, разработчикам, было быстрее разобраться и внедрить. Спасибо. Да мне тоже бы хотелось, но по факту не получается. Ну просто производственный цикл не получается так построить. Есть очень напряженный период, когда собирается, тестируется и завершается цикл. Документация старается, уже работает, но они могут окончательно начать работать, фиксировать, когда оно ушло в бету, как минимум. И это, в общем, такой момент, после которого… И у нас, конечно, всегда дилемма, выпустить сейчас или попозже. В общем, вопрос. Прошу. Николай Сити, бизнес кол. Вопрос следующий. Если уж внедрили, наконец, бустерап, может быть, и при процессоре тоже внедрить, чтобы можно было ЛС редактировать, или САС, или каким-то образом. Потому что CSS, от него пользы мало, если нужно что-то поправить. Проще же перекомпилировать. Ну мы в начале пути, конечно, мы будем все инструменты изучать. Мы должны понять, какую выгоду мы получили от бутстрапа, какую выгоду партнеру получили от бутстрапа. Если все будет хорошо развиваться, то не исключено, что и другие инструменты будут подключаться. Спасибо. Так, ну что ж, поехали дальше. Вадим, у нас по факту, чтобы мы поместились во время, давай мы, наверное, какие-то ключевые моменты пробежим. Еще раз задавайте вопросы. Мы будем постараться и в онлайне отвечать. И сейчас, и попозже. Может, у нас там отдельно время выделим на вопросы и ответы. Я думаю, что они наберутся. Еще раз подчеркнем, что по управлению сайтом очень много детальных докладов коллеги сделают. Давай по BITREX24. Выпущенный в 2009 году, а в 2012 как сервис. Продукт был переименован с корпоративного портала и теперь это BITREX24. Корпоративный портал в коробке и BITREX24 как облачный сервис. Для многих это уже составляющая часть бизнеса для заработка вместе с вами. Для кого-то еще новый бизнес. Но с точки зрения компании этот продукт, то есть рынок управления сайтом и BITREX24 отличаются очень сильно и очень по-разному растут. Завтра я буду говорить о темпах роста, но сейчас вам вообще в целом хотел бы отметить, что скорость роста BITREX24 примерно в три раза больше, чем по управлению сайтом. Это очень быстро растущий бизнес и похоже с этим продуктом мы в правильном месте и с правильным функционалом, и с правильным объемом. Если в предыдущие годы мы выпускали по два релиза BITREX24 в сезон, сейчас уже перешли к выпуску по одному релизу в сезон. Текущий состав релиза. Это значительная переработка бизнес-процессов, поддержка СИП-телефонии, добавление визуальных отчетов с серия М, интеграция с дисковыми хранилищами, добавили мы демонстрацию экрана в десктопном приложении, существенно обновили мобильное приложение, доработали шаблоны в задачах, научились получать отчеты из 1С BITREX24 и создали, дали возможность подключать собственные приложения в BITREX24 быстро. Давай мы пробежим на некоторых моментах. Если я не ошибаюсь, у Алексея по бизнес-процессам будет детальная презентация, так ведь? И, наверное, мы не будем сейчас останавливаться. Мне кажется, они даже покажут и создадут типовые бизнес-процессы. Самое главное, что изменилось, они из потфолья вышли в живую ленту. Они стали частью коммуникации в компании, и мы пытались создать и решить именно эту задачу коммуникации внутри компании, запуск процесса непосредственно из живой ленты, когда процессы запускают тот или иной инструментарий. Технически был создан ряд новых компонентов, например, визуальное отображение участников процесса, были переработаны интерфейсы работы с заданиями, была проведена интеграция с живой лентой и более глубокая интеграция со списками, в том числе и модуль списков мы немножко затронули. И нами запланировано также внутреннее изменение бизнес-процессов. Для этой интеграции пришлось кое-что поделать. И также у нас есть планы на дальнейшее развитие модуля. Алексей Кирсанов детально расскажет о том, как развивается модуль и что изменилось. Телефония в Bitrix24. Эта функция, так сказать, бесшовной интеграции между CRM и между телефонией оказалась настолько удачной, что мы продолжаем активно ее развивать. Здесь присутствует Евгений Шеленков. О, собственно, встань, пожалуйста, чтобы тебя поймали. Если у кого-то, коллеги, будут вопросы по телефонии, по интеграции, по работе в Bitrix24, пожалуйста, обращайтесь к нему. Я, наверное, здесь только обозначу, что появилась возможность подключать телефонные аппараты. То есть любой сотрудник B24 может по СИПу подключить телефонный аппарат. И ему достаточно в настройках увидеть свой и внутренний номер, и параметр подключения СИПа, занести это в телефон. И независимо от того, что компания в облаке, то есть Bitrix24 где-то в облаке находится, в его распоряжении телефонный аппарат, который стоит на столе. Мы показывали несколько красивых сценариев, как это работает. Вообще производит впечатление на клиентов очень большое. Входящий звонок, телефон, поднимаем, у вас на экране карточка клиента. И вы тут же заносите все данные, которые необходимы. В компьютере нажали кнопку звонка, поднимаете и разговариваете уже по телефонному аппарату. И это тоже работает замечательно. Я хочу добавить, что кроме аппаратных СИП телефонов поддерживается в том числе и софт телефона СИП. Тоже можно использовать. Ставят на мобильные телефоны, ставят СИП телефоны и пользуются ими. В качестве, так сказать, аргумента могу сказать, что примерно на 25-30% каждый месяц растет трафик телефонии в Битрикс24. Это очень высокий, очень хороший результат. Так, продолжает развиваться CRM. Запускали как… Ну я каждый раз говорю, помните, сколько мы сопротивлялись делать CRM. Сколько мы потом доделывали. И как мы движемся в этом вопросе. И последовательно продукт становится все более интересным, все более функциональным. Мне кажется, у нас в докладе, который завершающий в 16.0, мы расскажем, что мы планируем еще сделать. Что здесь появилось? Хочу остановиться на аналитических отчетах. Это очень красивые блоки с графической информацией, с воронками, с графиками. Хочу немножко поговорить о технической сложности реализации. Казалось бы, что сложного, собрать все данные, вывести их красиво. Но как только мы начинаем присматриваться к каждому из этих графиков, мы видим кучу группирующих отчетов, запросов. И понимаем, что в таком виде мы не взлетим никак, если будем постоянно нашу базу данных мучить этими запросами. Поэтому мы провели специальные архитектурные изыскания, выделили ряд срезов, по которым будем строить, и делали специальные предпросчеты по этим срезам. Поэтому, когда мы эту штуку выкатили, могли не везде быть цифры, именно потому что срезы эти предпросчитывались. Но постепенно, с тем, как дни шли, предпосчеты автоматически работали, цифры начали наполняться. В итоге мы получили приемлемую производительность и очень много красивых графиков. Вставляя CRM на 12 человек бесплатно, нам все говорят, как вы вообще окупаете. Основная идея сделать это очень рентабельным. И много технологических решений, которые позволяют минимизировать издержки. Это автоскейлинг. Мы каждый раз, помните, рассказываем про облачную инфраструктуру BDX24. Вот в этом случае как раз, если бы мы выпустили это просто, то вот эта вот страница была бы одна из самых тяжелых. И мы должны были бы сделать это только для коммерческих клиентов. Ну, нам кажется, что это не очень верно. И поиск технического решения сделать так, чтобы индекс работал, на самом деле в итоге один из разработчиков CRM, который очень давно на рынке, задал нам вопрос, а как вы вообще сделали, что это так быстро открывается? Как можно было решить эту задачу? Интересное решение архитектурно. Рад, что это появилось. И буквально мы будем говорить, что в следующем релизе аналогичные отчеты появятся в остальных сущностях. Так, мало времени, давай двигаться. Диск продолжает развиваться. Мы в этом релизе выпустили поддержку интеграции с нижними дисками. По статистике, кстати, видно, что пользуются. Пользуются, забирают файлы, размещают файлы. Мы еще подумываем. Есть один из сценариев, когда может быть не просто загрузка из облачного в Bitrix24, а может быть связь. То есть когда происходит регулярное обновление документов внутри Bitrix24. Если вам этот сценарий нужен, поговорите с нами, чтобы мы вообще понимали потребность. И диск большая задача. Еще раз, мы будем говорить, что по нему будет выпущено, какие изменения будут. Постараемся показать, куда движемся. Может сейчас есть возможность вручного обновления. Через меню еще вы можете обновить версию файла на данном хранилище. Да, мы храним эту связку с облачными дисками, и это работает. Продолжаются развивать мгновенные коммуникации, звонки, видеозвонки, мгновенные сообщения. Но, наверное, кстати, можно сказать, что мы запустили новый лонгфуллинг. Это такая вещь, которая не существует, не видна в релизе, но которая потребовала большой реконструкции или переделки. У нас были небольшие проблемы раньше с пулингом, когда сообщение могло застрять, не появиться в своевременный момент. Мы использовали старую версию решения. Сейчас было создано отдельное решение на ноде JS, которое сегодня введено на всех клиентов Bittrex24 и в реал тайме обслуживает аудиторию. Мы столкнулись с тем, что несколько сотен тысяч соединений старый модуль Nginx вешают. И приходилось периодически перезагружать пульмых сервер. Из-за чего качество там страдало. Решили ряд задач, но мессенджер развивается. Мы еще поговорим. Один из самых развиваемых инструментов. В задачах основные работы коснулись работы с шаблонами. Теперь они стали поддерживать под задачи шаблоны. Более тесная интеграция под шаблонов с элементами CRM появилась. Давай, Сереж, следующий кадр. Также мы добавили создание автоматически новых шаблонных задач для новых сотрудников. Теперь, когда сотрудник приходит новый на портал, администратор может настроить, какие задачи у него появляются. И более тесная интеграция живой лентой задачи. Появились лайки. Продолжается разработка мобильного приложения. И Android, и iOS версии мы продолжаем выпускать. Изменяем, обновляем. Появилась авторизация через соцсети. Звонки в HD в 16.9. Обновленная форма создания сообщений. Интерфейс формы сообщений. От новой формы выбора и отправки фотографий. Дальше пробежим. Продолжаем искать пути интеграции Bitrix24 с внешними системами. И будет отдельный доклад у Юры Тушинского. Здесь мы представим готовый модуль для 1С, который интегрирует с Bitrix24 и позволяет обмениваться, то есть обсуждать те или иные документы или публиковать документы из Bitrix24 в облако и обсуждать их там. Ну и все это идет в направлении открытого API и легкости интеграции с Bitrix24 как системой. Чтобы из 1С или из других систем, или системы мониторинга, можно было публиковать отчеты на портал. Вообще наше утро на нашем портале, собственно, так и начинается. Есть за ночь готовится и публикуется целый список отчетов по самым разным системам. Система мониторинга, отчеты по регистрациям, отчеты по продажам и так далее. Так, это, собственно, быстрое создание приложений. Не будем здесь набегу рассказывать. У Юры Тушинского будет отдельная презентация с кодами, с примерами, как создавать приложения для Bitrix24. Вот такой формат, такой объем функционала был выпущен по Bitrix24. У нас есть как раз время и возможность задавать вопросы. По Bitrix24 и по Boost. Давайте пока по Bitrix24. Коллеги, помогите, пожалуйста, с микрофонами, чтобы можно было активно спрашивать и онлайн отправлять. Николай Смирнов. По стабильности доступа к Bitrix24 довольно часто отваливается, недоступен сервис становится. В принципе, мы с Евгением много работали совместно. Какой сервисов? Ну, вообще, в принципе, Bitrix24 становится недоступен и пишет на экране облачко, Bitrix24 недоступен. Евгений говорил, были какие-то проблемы с Амазоном. Когда вы говорите довольно часто, вы меня немножко пугаете. Есть не просто система мониторинга, даже две независимых системы мониторинга, которые считают и обеспечивают, у нас очень подробная статистика о том, бывают ли такие нюансы или нет. А вопрос еще такой. Были разговоры о переезде с Амазона в Россию куда-то? Это не разговоры, работа эти ведутся. И первый этап уже завершен. Кстати, по Bitrix24 обеспечили, если говорить про стабильность, 99-99. Если у вас есть какая-то проблема, Саша Демидов, поговорите с ним. Может быть, это какая-то локальная или с вашим порталом нюанс? Я Евгению всегда писал, когда такие случаи. По телефонии, когда работали. Смотрите, могут быть нюансы, связанные, например, телефония между вашим офисом и, например, Bitrix24. Но это отдельная часть вопросов. Переезд в Россию идет, есть акселератор, который стоит в России, и скорость и доступность сервисов сильно возросла. Пожалуйста. Здравствуйте. Долго хотели десктопную версию, MCI-ку, ее получили. Теперь возникла другая проблема. То есть Bitrix диск, он 340 мегабайт оперативки занимает. Соответственно, IT-департамент возражает, чтобы это разворачивать, оперативки не так много, чтобы 340 мегабайт отдать для диска. Будет что-то делаться, чтобы он меньше кушал оперативки. Ну, насколько, Юра, я знаю, в ближайшем релизе что-то запланировано по этой теме. Столько не должен. Поговорите, пожалуйста, с Юрой. Поставим в план. Пожалуйста, вопрос. Живурова Марина. Очень хотелось бы, знаете, что видеть промо-материалы, чтобы они выходили прям вот к новым нововведениям, чтобы можно было быстрее включать продажи. Это очень поможет. Спасибо. Простите, не понял. Промо-материалы для маркетинга, для партнеров. А, промо-материалы по Bitrix 24? По всем нововведениям. А, по всем нововведениям? Да. А, то есть готовить какой-то материал отдельный, чтобы вот новинки этого продукта, да? Ну, по всем новинкам. А, мы, кстати, не делаем, да, таких релизов. То есть у нас листовок. Вымите, вам было бы легче, если бы листовки были клиентам отдавать? Можно не просто, ну, как бы листовки, но можно как бы и выпускать какие-то и презентации, но по новинкам. Ну, то есть все, что способствовало именно быстрее, ну, к продаже. На сайте всегда есть раздел «Новое в 15.5», например. Действительно, мы когда делаем релиз, у нас появляется отдельное описание с презентацией. Давайте я потом подробно спрошу, попробую понять. Пожалуйста, вопрос еще. Такой вопрос. Когда появится в коробке отчета в CRM вот эти, нужно ли будет как-то расширять сервера, мощность увеличивать? Или все наши мощности справятся с этими отчетами? И когда появятся в коробке эти отчеты? Мне кажется, мы же выпустили. В коробке давно есть модуль интеграции живой ленты со внешними системами. XD-импорт называется. Они уже выпущены. По CRM. Мне кажется, вот как раз по Bitrix24 в коробку выпустили. В этот раз все очень оперативно. То есть никаких задержек не было. По-моему, чуть ли там через… Только по сделкам, мне тут подсказывают, выпущено. Сейчас отчеты в сделках, да. Обратите внимание, не по каждой сущности, а именно по сделкам. Нужно иметь в виду просто, что это один и тот же продукт. Поэтому обычно, когда что-то выпускаем в одном месте, оно тут же и в другом появляется. Давайте вопрос. Здравствуйте, Вадим Юнин. У меня вот такой вопрос. Давно хотел его задать. На мой взгляд, не хватает в Bitrix24 в живой ленте фильтрации по пользователям, именно их живой ленты. Все люди привыкли пользоваться соцсетями, и когда мы хотим увидеть все сообщения одного пользователя, мы заходим просто к этому пользователю на страницу, и видно всю хронологию его сообщений. Для меня лично очень сложно искать это сообщение в живой ленте, если оно было, а я его не пометил излюбленным. Поиском я не могу пользоваться, потому что я не помню, о чем он писал, но помню, что он писал что-то важное. И вот было бы очень удобно, если бы заходя или фильтровать по пользователю, мы видели бы все сообщения, вообще всю хронологию сообщения этого пользователя. Очень надо. Сегодня такой есть. Есть фильтр, выпадающий из живой ленты. Там есть фильтрация по автору. И так можно, но вы можете зайти в профиль человека, и там есть у него таб сообщения. На мобильном Володя, по-моему, уже даже доделал. Скоро выводит. Пожалуйста. Здравствуйте. Наталья Нечаева, 1С Рейтинг, Казахстан. Я понимаю, что у нее все вопросы, наверное, интересны, но какие планы по открытию всех возможностей для Битрикс24 в Казахстане у вас? Вообще, с кем можно поговорить именно по направлению Битрикс24 для Казахстана? Потому что не все сервисы его доступны, и партнерская программа, я так понимаю, тоже идет с ограничениями. Спасибо большое за вопрос. Сармантай, ты здесь? Сармантай, не вижу. Он здесь вообще есть. Мы вас познакомим с Сармантаем. Это руководитель казахского офиса 1С Битрикс. Говоря о планах, у нас есть большая задачка. Очень хочется, чтобы получилось запустить Битрикс24 Казе. Мы готовимся к этому. И мы общаемся с телефонными операторами. То есть у нас сегодня домен для вас в планах есть. И интеграция с телефоней. Давайте мы с Сармантаем пообсуждаем, потому что действительно узкоспециализированные вопросы. Спасибо большое. Хорошо, что вы приехали. Прошу. Добрый день. У меня такой больной вопрос относительно учета времени к задачам. То есть мы стараемся учитывать время людей, которые делали на эти задачи, но они не всегда отбиваются в тот же день. Дальше потом собрать статистику за прошлые дни тяжеловато получается. То есть заполнить реально действительный таймшит, чтобы человек отработал 8-7 часов в день. Я адресую вас к последнему докладу, к 16-му. Мы представим вам, покажем, что мы планируем выпустить. И давайте еще попробуем детально подискутировать, в каком контексте именно эту функцию выпустить. Ну и на всякий случай там с Юрой Стушинском поговорите, чтобы он лучше представлял. Так, пожалуйста, последний вопрос. У кого? У кого микрофоны? Игорь, давай. Здравствуйте, Андреянов Игорь, Article Production. А можно спросить по поводу приложения для Linux-систем? Убанта там, например, десктопная? Не? Будет? А мы же публиковали. Где? Как же ты не делал? Как? Кирпич она называется. Кирпич? Трудно догадаться просто. У нас много коллег работает на Linux-ах. И они выпустили версию. Она полнофункциональна. Даже видеозвонки, по-моему, работают, да? И шаринг работает. Не работает, она без диска. А в остальном она полнофункциональный десктоп. Но пока она не считается официальной версией компании. Если все… Ну, кстати, может, пора уже? В Linux-е? Вот, видите. Вот мы поэтому не публикуем. Понимаете? Как только опубликуем, скажем, а где диск? А вы зачем опубликовали без диска? Поэтому такой момент. Так, спасибо, Вадим. Давай Юре передадим слово.